всем привет друзья вы на канале воин и сегодня мы рассмотрим все бои прошедших выходных узнаем кто сможет побить канела и геннадий головкин продемонстрировал свой ключ к успеху всем большое спасибо за вашу поддержку мы начинаем погнали экс чемпион дабл биси в супе среднем весе давид беновидис победил колумбийца ромеро ангула беновидис доминировал в бое в концовке 10 раунда колумбийц пропустил ряд ударов что привело к досрочной остановке боя напомним беновидис не вложился необходимый вес перед поединком из-за чего был лишен титула дабл биси пояс стоял на кону только для ангула после победы беновидиса титул стал вакантным ирландский проспект полу легкого веса майкл конлан победил француза софиана такаучта в бою полу легком весе в последнем раунде конлан прижал ударами такаучта канатом а судья остановил бой экс чемпион двух весовых категориях карл фрэмптон победил британца даррена трейнера в бой в первом легком весе фрэмптон проводил бой не на полные возможности но в шестом раунде начал наращивать обороты седьмом раунде трейнер сдался абсолютная чемпионка в полусреднем весе сисилия брехус сенсационно проиграла решением судей джессики маккаскел счет судей 95 95 97 93 97 94 брехус не смогла побить рекорд джо луиса который 25 раз оставил титул чемпиона брехус потерпела поражение в 26 защите чемпионского звания шахрам гиасов нокаутировал у инстона кампаса в третьем раунде гиасов точно попал мощным левым хуком в печень кампаса и тот оказался на настиле не поднявшись до счета 10 в итоге победа чистым нокаутом в третьем раунде в пользу гиасова даурен или усинов должен провести титульный бой в мексике хуаном карлосом райгосой за пояс wbc интернационал среднем весе однако он был отменен интересно что или усинов узнал об отмене своего боя когда вечер бокса уже начался местные власти воспрепятствовали проведению этого поединка решив не рисковать репутацией wbc они напомнили что гуадалахара где проходит турнир входит в красную зону заражения коронавирусом другие же бои этого турнира состоялись по запланированному графику глава майвезер промоушен леонард элорби назвал боксеров которые могут побить сауле альвареса кали планты беновидес побьют канело по моему мнению эти парни сделают это это были бы большие бои но у него есть другие опции он в такой позиции что можешь выбирать себя оппонентов канело не хочет все рушить потому что позиционирует себя вожаком и я очень сомневаюсь что он проведет такие бои но это всего лишь мое мнение геннадий головкин продолжает подготовку к своему следующему бою в лагере big bear вернулся к тренировкам big bear и это здорово дисциплина ключ к успеху написал головкин и срыв мандримов прокомментировал свою победу над эриком волкером в иллюминаторе дабл би и если честно поединок оказался тяжелее чем я ожидал я считаю что нокаутирул его в девятом раунде но рефери не засчитал удар это было чистое попадание соперник оказался жестким но мы приняли бой на слишком коротком уведомлении так или иначе это полезный опыт бой был бы легче если бы я не заряжался на нокаут я немного устал в середине боя но к тому моменту он пропустил уже немало хороших ударов так что я решил поберечь силы и выждать до усталость также пришлось включить план на бой а на этом у меня все друзья спасибо что смотрели надеюсь вам понравилось не забывайте подписываться на канал ставить ваши бойцовские лайки и оставлять ваше мнение в комментариях всем крепкого здоровья и удачного дня субтитры сделал DimaTorzok